Здравствуйте, садовые герои! Меня зовут Самойленко Наталья. Всегда было жаль, что у нас не растет бамбук. Вернее, один вид бамбука все же живет. Но он карлик и не каждую зиму способен пережить. А так хочется иметь у себя на участке это растение. Особенно, если вы увлекаетесь востоком или, живя в северных районах, мечтаете сделать кусочек юга у себя на участке. Я знаю коллег, которые при проектировании восточного сада имитируют бамбук, используя иву. Смотрится в целом неплохо. Но у меня есть другой вариант. Я предлагаю вместо ивы использовать крушиноломкую. Смешно, скажите вы? Крушина и бамбук что-то общего. Ну, если сравнивать дикую крушину с бамбуком, то ничего. А вот если так, или может быть вот так, конечно, не стопроцентное попадание, но все же. Все, что мы сравнивали с бамбуком, это крушиноломкая. Только на первом фото было видовое растение. А вот два других фото, это ее сорта. Файнлайн и асплинифолия. Эти сорта хорошо будут смотреться не только в восточном саде, но, к примеру, в саду в средиземноморном стиле, в гравийном саду. Даже среди хвойных это растение не будет смотреться чужаком. Вариантов может быть море. Но давайте более подробно поговорим о каждом сорте. Первый сорт, с которого хотелось бы начать, это асплинифолия. Кустарник небольшой, 2-2,5 метра в высоту, раскидистый, с узкими светло-зелеными листьями. Кому-то он напоминает папоротник, кому-то бамбук, а кому-то издали может показаться экзотическим хвойным. Цветением он вас не порадует. Цветы мелкие, почти незаметные, но ягоды будут. И осенью они будут радовать ваш глаз и желудок птиц. Когда кустарников много, и они небольшими группами разбросаны по участку, то осенью из-за желтой, почти светящейся листвы, кажется, что наступила не унылая пора, чьи очарования, а самое настоящее индийское лето. Никогда не была в Индии, но мне почему-то кажется, что ощущения от красок были бы именно такими. Следующий сорт – Файнлайн. Авторство сорта принадлежит Рональду Уильямсу. Он получил его путем скрещивания Колумнарис и Асплинифольм. От Колумнарис Файнлайн унаследовал узкую колоновидную форму, а от второго родителя – тонкий изящный лист. На рынке этот сорт появился в 2004 году и сразу же стал популярным не только среди садоводов, но и среди ландшафтных дизайнеров. Его используют как вертикаль в композициях, для контейнерного озеленения, да где-то даже как вариант небольшой живой изгороди вроде ширмы. А почему нет? Крушина сама по себе вынослива. Сильные морозы – ей нипочем. Весеннее подтопление – тоже. Растет как на солнце, так и в местах, где солнце – нечастый гост. Сорт не агрессивен. Высотой не более 2-2,5 метров. Сплошные плюсы. Ну, разве только немного разочаруют садоводов, которые любят выращивать растения из семян, так как семена файнлайн стерильны. Но черенкование ведь никто не отменял. А как она красива весной? От молодой, только появляющейся листвы не оторвать глаз, а осенью. Насыщенный желтый цвет словно лучик солнца на вашем участке. Да и зимой крушено украшает ваш участок. С возрастом кора становится коричневой, с пестрыми, серыми отметинами. Наверное, на этом можно было бы поставить жирную точку. Но рассказать о сортах и не рассказать об агротехнике и самой крушине было бы неправильно. Поэтому несколько слов о прародительнице – файнлайн и о сплинифолии. Что она любит, где растет и так далее. Крушина ломкая представляет собой высокий кустарник с очень большим природным ареалом. Ее можно встретить в средней полосе, в восточной и центральной Сибири, в странах Скандинавии, аж до 68-й параллели. На Кавказе родной она является для всей Европы, включая Британские острова. Но крушина не удовлетворилась только лишь евразийским континентом, а пошла намного дальше. Северная Америка и даже Африка. Попав в Северную Америку 200 лет назад, она благодаря своей пластичности и приспосабливаемости вышла за отводимые ей территории. И теперь ежегодно отвоевывает себе все новые и новые территории. Такая обширная география не может не вызывать уважения. Не крушина, а лягушка-путешественница. Крушины предпочитают влажные почвы. Отлично чувствуют себя на солнце и полутени. Мерятся с тенью, но в тени почти не растет. Поэтому сортовую крушину в темные уголки вашего участка я бы не высаживала. Растет на кислых почвах, но и нейтрально ей тоже подходит. Несмотря на то, что цветки мелкие и почти незаметные, крушину можно считать медоносом. А ее ягоды составляют основной рацион дроздов. Крушина – зима и морозостойка. Сортовая крушина бывает подмерзает, но это бывает в основном на тех участках, где есть проблемы с поливом. В общем-то, наверное, и все. Ах, да! И напоследок. Если вы верите в магическую силу растений, то крушина – это то, что вам нужно. Издоровье считалось, что она способна защитить участок или человека от черной магии из глаза. На этом все. Теплой и длинной вам осени. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова